Всем привет, вы на канале Фордмак и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим больше грехов, но теперь уже в мире видеоигр, а именно в исполнении от Мастер Плей под названием «Все грехи и ляпы игры Майнкрафт, часть первая». Да, как многие могли заметить, выходит очень много в последнее время реакции на различные грехи и ляпы по самым разобразным произведениям, пока что были на кинопроизведения, но теперь пришло время заценить на грехи и ляпы в видеоиграх. Только вопрос, какие ляпы можно заметить в том же Майнкрафте, кроме некоторых багов и, например, нелогичностей, но давайте узнаем, мне чертовски интересно, что что такого на шоу Мастер Плей, ну, поехали. Три, два, один, погнали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Мастер Плей и Лучадор. И Лучадор. Похер. В смысле похер, ты шо, охерел? Серьезно, это тот самый мем? Я искал всю неделю материал про историю разработки Майнкрафта. Лампохер, давай заново. Всем привет, друзья, и что у нас сегодня? Сегодня 1 апреля, день, когда можно творить фигню и это будет в порядке вещей. Поэтому я решил бахнуть игры грехи на игру, которая практически полностью для этого не подходит. Но даже с этим фактом, я удовольствую собирать некоторое количество логических несостыковок и ляпов. Для тех, кто до сих пор не понял, повторюсь. Ребят, 1 апреля, не относитесь к видосу серьезно, это фан и не более. Сразу отвечу на вопрос, почему я не сделал грехи на стори мод. Ну, потому что он мне не очень-то и понравился. Да, он вообще мало кому нравится. Это игра, которая будет жить вечно, и будет вечно всеми любима, что более чем заслуженно. Последний раз я играл в Майнкрафт на версии 1.5.2, а сейчас играл на версии 1.16.5. И был крайне удивлен, что же время прошло. Молодцы разработки по сей день поддерживают игру, и это позволяет ей не нуждаться в как таковом пиаре. Но это лишь исключение, в основном успех многих игр неплохо так зависит от успешной пиар-компании. Поэтому подобные пиар-пециалисты всегда будут актуальны. Если бы нормальные рекламы, хер вам они куча людей. Шеф, музычку. Орэйт. Ну-ка. Ниля, какие шейдеры, а! Красота! То, что игра начинается с разрушения дерева рукой, это, наверное, никому не надо объяснять. Я скорее удивлюсь, что с этого дерева, а именно с дуба, нам может выпасть яблоко. Но ведь яблоки не являются плодами дуба. Для них нужны именно яблони. Игра продолжится с тем, что после получения дерева, а далее и деревянной кирки, вы должны будете добыть камень. Только вот деревянной киркой вскопать камень у вас фиг получится. Ну, это лишь в теории, в Майнкрафте-то все возможно. Хотя что там кирка, возможности Майнкрафта абсолютно нелогично безграничны. А именно, мы можем в ближайшие лужи набрать ведро воды, вылить эту воду из ведерка у себя дома, а потом из этой же воды поймать нереальное количество рыбы. Съеду Майнкрафт вообще не весело. Мы можем срабить золотой яблоко из обычных слитков золота. А потом такое яблоко схомячить, сохранив при этом все зубы. Такой же прикол и с хлебом, который мы часто можем найти в старой заброшенной шахте. Где этот старый батон хлеба за несколько лет уже наверняка стал прочнее железной кирки. Но Стиву плевать, он и такое схомячит. Стив вообще не привередливый, он из коричневого гриба и мухомора может получить грибной суп. При этом даже не задумываясь о том, что мухоморы это несъедобные грибы. Ну вкусно, вкусно. Костная мука, как всем известно, лишь ускоряет рост. Они позволяют растению мутировать. Но почему тогда, применяя муку на пшеницу, деревья, морковку и так далее, они вырастают обычных размеров? А грибочек превращается в гигантский гриб, который никогда не вырос бы из обычного грибочка. С таким же успехом, применяя костную муку на росточке тыквы или арбуза, должны получаться не обычные, а гигантские тыквы и арбуз. Но нет. Найдя храм в пустыне, мы можем обнаружить, что в центре этого небольшого храма есть красивый блок, сломав который мы попадем в самый низ, где лежат сокровища храма. Но попадем мы в ловушку, после чего все взорвется. И тут вопрос. Как создатели храма сами добирались до своих сокровищ, если способ сделать это безопасно только один? А именно, проломав пол до самого низа. Значит они так и делали. Мне легче было бы сделать какой-нибудь потайной ход, нежели постоянно все ломать и чинить. Кактус категорически отказывается ставиться на землю, только на песок. Но при этом в горшке с землей кактус чувствует себя более чем нормально. Стив может плавать в полностью железном облачении, хотя по идее, это должно быть крайне проблематично из-за увеличенного веса. Если же Стив облачится в деревянную броню и попадет в окон, эта броня далее не сгорит. Только на стадии монтажа вспомнил, что в Майнкрафте нет деревянной брони. Можете считать это как начало грехов по террарии. Скажите мне, почему, допустим, камень и дерево не падают, а песок и гравий падают? Что за двойные стандарты? Скажу даже больше. Типа физика. Обычный песок падает, а вот песок душ нет. Точно двойные стандарты. Ну окей, допустим, эти блоки чем-то особенные. Но вот тот же динамит, он не обладает физикой. Но если его поджечь, то физика резко появится и будет даже круче, чем у песка. Хрен его знает. Честно, тоже не понимаю. Поговорят расти обычные грибы из обычного мира, если в аду нет привычных нам деревьев. Там есть только что-то похожее на дерево, и то я не думаю, что оно идентично по свойствам с обычным деревом. Также здесь постоянно горит огонь. Нет никакой воды. Это просто полностью непригодные условия для существования обычных грибов и растений. Это кислорода, я уже сказал. Вряд ли он тут есть с такими-то деревьями. Но даже если мы представим, что есть, взять тот же мир края, который вообще выглядит как космос, и в котором нет ни одного дерева для получения кислорода. А значит, дышать мы там не смогли бы. Кстати, никогда не понимал смысла края мира. Ну, типа, тут вообще ничего нет. Кайфово ли дракону вечно сидеть на каком-то белом камушке в несколько сотен метров? У всех коров в игре... Наверное, поэтому эндермен убегает из этого мира. Значит, все коровы в игре это самки. Вопрос, как они тогда размножаются? Буквально одна курочка, с другой может снести яйца. А потом из этого яйца с некоторым шансом может получиться еще одна курочка. Это уже какой-то бесконечный генератор кур без как такового размножения. А если дело касается размножения курочек, то после их спаривания появляется уже не яйцо, а сразу цыпленок. Как-то странновато это все. Да... Зачем вообще задумываться о таком серьезном? Человеченка вкусная. Почему только зомби и скелеты на них агрятся? Взять того же паука или крипера? Они нападают только на нас, при этом полностью игнорируя жителей, которые вроде как тоже являются обычными людьми. Конечно, ходят легенды о том, что Стив это сверхчеловек, но чтобы еще и иметь иммунитет к зомби, это что-то мощное. Разве Стив не должен превращаться в зомбака после первого укуса? Не, ему вообще плевать. Он вон сам мясо зомбарей хомячит. Крипер, как существо, крайне непродуманное по части эволюции. И нет, я говорю не про инстинкт выживания. Я говорю про анатомию. Взгляните на него и представьте, что будет, если он упадет. Как он потом встанет-то? Вы много писали на теле того, что Стив может переносить несколько тонн золота у себя в кармане. Это еще ладно. Меня скорее удивляет то, что он может переносить 36 ведер лавы у себя в кармане и оставаться при этом не с поджаренной шопой. Кстати, я думал насчет греха с лавой в ведерке. Мол, почему Стив не обжигает руки? Ведь железное ведро нагревается, а потом подумал, что у ведра может быть есть какая-то ручка, но ее нет. Поэтому дзынь. Я, конечно, понимаю, все вещи способны утонуть в лаве и уничтожиться, но почему кактус может уничтожить тот же алмаз? Ладно еще это. Смешнее выглядит то, что мы можем набрать ведер на лаве, а потом это же ведерко в лаве и сжечь. Как всем известно, в аду нельзя разлить воду. Нигде. Абсолютно. Она моментально испаряется. Но вот если мы прихватим с собой котелок, то в него воду вылить почему-то можно. С котелком есть еще один ляп. Смотрите, пигманы это стандартные жители ада. В лаве не горят. Ну, видимо, привыкли. Но если вылить лаву в котелок и посадить туда пигмана, то он загорится. Котел в Майнкрафте это, видимо, главный контр-ада. Кстати, почему в игре уже давно есть портал в ад, но нет портала в рай? Сколько лет нам еще ждать? И так из-за этого в детстве было пролито немало все. Походу, просто создатели решили ответить на ад. Валдый вопрос. Обсидиан в игре это один... Рая нет, только ад, терпите и страдайте. В течение жизни обсидиан это довольно хрупкий материал. Сломанная пластинка при всем желании не сможет нормально воспроизводить звук. Блин, как же мощь так дергается, деревья в этом моде и артекс моде, не знаю, что это. Редстоун в Майнкрафте является лишь энергопроводящим материалом, а не генерирующим ее. Тогда вопрос, почему блок Редстоуна, который состоит из девяти горсточек этого Редстоуна, может генерировать электричество и включать приборы? Зелье невидимости скрывает только самого Стива, но не его одежду. Это на самом деле забавно, ведь стандартный скин Стива тоже имеет одежду. Но она почему-то исчезает. Выпиваешь зелье скорость, у нас почему-то не увеличивается скорость атаки или скорость копания. Такой же прикол и с зельем замедления. Замедляется почему-то только ходьба. Молоко в игре обладает какими-то нереальными свойствами. Я не спорю, оно может и помогает в особых ситуациях. Но чтобы разово снимать эффект отравления или сразу целый набор негативных эффектов от рыбы фугу, это что-то перебор. Кстати о рыбе фугу. В игре если ее схомячить, на нас нагрянет слепота, голод и отравление. Но это лишь на пару минут. Хотя на самом деле, если вы съедите эту рыбу неправильно приготовив, или не дай бог целиком, как здесь, то вас настигнет мучительная смерть. Поэтому никогда не пробуйте этого дома, детишки. А Майнкрафт соподобный уложь. Ага, найдущийся рыбу фугу себя в речке. Компас работает довольно странно. Не знаю, я обожаю эту рыбу. Красная стрелка всегда показывает на место нашего появления. Окей, допустим, это север. Но после того, как мы поспим в кроватке, стрелка начинает показывать на нее. То есть Стив поменял направление севера, полежав в постели? Если положить в печку кучу всего для переплавки или спать, то на утро переплавится лишь пара предметов. То есть течение времени остановилось, а время суток сменилось? Да, опять Стив благодаря кроватке меняет основы мироздания. Непонятно почему, но лазурит в игре какой-то лох. Ведь применяется он в основном в качестве красителя. Хотя по факту, это достаточно прочный и драгоценный минерал. Костер почему-то нельзя потушить водой. Хотя взрывные полочки с водой костер пушат. Я конечно не хочу так уж докапываться до физики воды. Мол, почему таблички и люки могут ее остановить и так далее. Я скорее задамся вопросом, почему вода все время течет. Ну, прям все время. Ощущение, что она генерирует саму себя. Грех за то, что снежки в Майнкрафте круглые. Из обычной травы не могут выпадать семена пшеницы. Не знаю почему, но мы не можем видеть воду через лед. Ее будто нет. А также лед не тает в жаркой пустыне. В аду есть такой блок, как магма. Наступив на него, вы будете обжигаться. Но если идти медленно и тихонечко, то ожога не будет. Здесь есть какая-то связь? Тихонечко идем. Мне неизвестно, почему в обычном мире лава растекается довольно слабовато, а в аду в несколько раз сильнее. Вопрос. В аду разве иная гравитация? Почему физическое вещество здесь имеет другую физику? Как известно, под водой мы не можем дышать. А что насчет лавы? Давайте выпьем зелье огнестойкости, которое позволит не получать урон от лавы, и нырнем в нее. Такс, ну-ка. Смотрите-ка, плавая в лаве даже с головой, мы все равно не нуждаемся в воздухе. Видимо, Стив лавовые пузырики глотает. Кстати, поплавать в лаве у Стива никак не выйдет. Это слишком тягучее вещество. Сами посмотрите. В таком нереально искупаться или проплыть хотя бы пару метров. Будь то хоть трижды неуязвимым. Мы делаем верстак только из досок, но на модельке верстака нарисованы еще и железные инструменты. Вопрос. Откуда они там взялись? Логика в Майнкрафте похожа на логику из губки Боба. А именно, печка может спокойно работать и переплавлять металл прямо под водой. У жителя имеется так нужный мне товар. За это он просит, дохрена ли он изумрудов. У меня столько нет. Поэтому я решаю сходить жителя, но после этого с него не выпадает тот самый нужный мне товар. Алмазные предметы мы делаем чисто из алмазов, что крайне странно. По идее, предметы должны быть железные, но с алмазной окантовкой. Типа такого. Крипера можно взорвать, попробовав поджечь его с зажигалкой. Но когда крипер сам встанет в огонь, он лишь получит урон, а не взорвется. Я ничего не хочу сказать против кувшинок, но как они могут выдержать целого человека? А даже если и так... Ну, кстати говоря, есть такие кувшинки. Какая-нибудь трава не выполняет похожую функцию, если и то, и то является просто легким растением. Как известно, зелье в Майнкрафте варится только у варочной стойки с палкой и фрита, а не в котелке. Но найдя дом ведьмы, которая атакует исключительно зельями, у нее варочные стойки мы не обнаружим, только котелок. Может, я чего-то не понимаю, но почему дельфин дропает после смерти треску? Похожий вопрос и к черному свету из сушителя, из которого после смерти выпадает обычная белая кость. Не состыковочка, по-моему. Наковальня неведомым образом не может раздавить цветок. Вообще, это распространяется почти на все предметы, не являющиеся блоками. Не только на цветки. Как пример, факелы еще. Когда мы бросаем глаз Эндера, мы телепортируемся на то место, куда оно упало. Но если мы его, скажем так, бросим не правой кнопкой мыши, а просто из рук на клавишу Q, то телепортация не произойдет. Похожая ситуация происходит и со взрывными зельями. Во время дождя, если мы окажемся даже выше облаков, то дождь все равно не прекратит идти. Ифрит это существо, которое постоянно может гореть. Но если Ифрит попадет в паутину, то он станет максимально беззащитным. Хотя паутину, по идее, он может запросто сжечь. В игре есть такая живность, как фантомы. Они появляются и нападают на нас только в том случае, если они не спали 3 или более дней. Это вообще довольно странновато. Как фантомы отслеживают подобное? И они что, сканируют усталость человека? И 1-6. И протагонист будет 3 дня страдать фигней и устанет не так сильно. Или, допустим, усердно поработает в шахте 2 дня и дико устанет. В каком тогда случае фантомы поймут, кто сильнее устал и на кого нападать? Признайтесь, вы не убиваете теленка не потому, что вам его жалко, а потому что из него ничего не выпадает. Хэштег добавьте телятину. Больной ублюдок. Понятное дело, игра огромная и я нашел не все грешки. Поэтому можете написать в комментах те грехи, которые знаете вы и которые не упомянул в ролике я. Вторая часть же есть. Может быть, через годик опять на 1 апреля я бахну вторую часть грехов этой легендарной игры. И да, не забудьте глянуть ролик по Майнкрафту у луча. Вот оно как оказывается, ребята. Оказалось, что в Майнкрафте там много грехов, о которых я даже не задумывался. И блин, сколько же всяких разнообразных предметов, различных фишек появилось в игре за это время. Черт подери, какой же я бумер. Последний раз я играл в версии 1.6 и о таком я даже и представить себе не мог. Те же фантомы, я вообще о них не слышал. Вау, наверное, пришло время снова скачать Майнкрафт и поиграть как минимум хотя бы на своем смартфоне. Но, блин. Мастерплей за такую проделанную работу я ставлю огромный респект и кубический лайк. Получилось очень достойно. Блин, побольше бы надо посмотреть грехов по видеоиграм. Сколько же там таких нелогичных, а порой тупых моментов встречается. В общем, к этому я приступлю в скором времени. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на Нэшн Алёртс и ВК в описании. Поддержи канал Монеткой. И обязательно зайдите на канал Мастерплей и подпишитесь. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok